Мышление вслух, день четвертый. Сегодня мне хотелось бы начать с продолжения вчерашнего разговора о необходимости, о детерминизме. И добавить одну важную вещь, которую я вчера упомянул, но не успел раскрыть более подробно. И данной вещью является осознание и самоидентификация с необходимостью. То есть, когда ты понимаешь полностью, что все задетерминировано и нет никакой возможности, не остается места ни для какой личности, ни для какой свободы, ни для какой души. Когда ты понимаешь, что все, что происходит, происходит согласно с предыдущими причинами, ты начинаешь себя отождествлять с этой необходимостью. И ты понимаешь, что это не твое тело, не твои представления о чем-либо сформировавшиеся в течение всей твоей жизни, не твоя семья, не твоя страна, не все люди в целом. Ты – это просто необходимость. И сама необходимость, по сути, она точно так же может быть выражена как идентичность. И когда ты начинаешь отождествляться с этой необходимостью, ты понимаешь, что ты – это, в принципе, все вокруг. Ну, это, можно сказать, с одной стороны, что это своеобразный селепсизм, только с прямо противоположным знаком. То есть, селепсизм предполагает, что все, что есть – это ты, и что ничего кроме тебя нет. Это сознание, которым ты обладаешь, это твое единственное сознание, а все остальные – это как бы части этого сознания. Там неважно, каждый человек тоже может обладать таким же сознанием, но он при этом может жить в своем совершенно потустороннем мире, который не имеет ничего общего к твоему миру. И весь мир, который ты видишь и воспринимаешь – это, в принципе, ты сам. Вот. И это такой своеобразный селепсизм. Очень поверхностное описание, но, тем не менее, его достаточно, чтобы прояснить, о чем речь. И противоположная вещь – это ты понимаешь, что все вокруг – это детерминизм, необходимость, и, по сути, это тоже является с тобой, но при этом ты убираешь личные элементы из этого. То есть, все является обезличенным тобой. Все является… То есть, ты являешься всем. Не все, что ты видишь и все, что тебя окружает – это ты. А все, что тебя окружает, и все, что ты видишь, является тобой. Как-то глупо звучит, но неважно. В общем, смысл противоположный. Но, по сути, он включает в себя и первый смысл тоже. Вот. И когда ты начинаешь это воспринимать, то есть, когда ты переключаешь свое самоотождествление на вот эту вот необходимость, ты приобретаешь своеобразный, отрешенный взгляд на мир. И прежде всего это важно в связи с тем, что у тебя пропадают все желания мгновенно, но при этом не пропадает мотивация. То есть, ты продолжаешь что-то делать, но ты ничего уже не хочешь. То есть, твоих желаний, по сути, поскольку ты понимаешь, что когда ты осознаешь необходимость, все желания, которые у тебя имеются, они не то чтобы пропадают, ты продолжаешь что-то делать, продолжаешь к чему-то стремиться. Но при этом у тебя нет именно вот этого вот страсти, этого какого-то внутреннего порыва, который тебе прям… Вот если я прям не получу что-то, я буду там, не знаю, расстроен или что-то еще. Вот в итоге ты все делаешь не из какого-то внутреннего побуждения и стремления к чему-то, а из простой необходимости. И это дает намного более серьезный результат в конечном итоге, потому что когда ты желаешь чего-то, когда ты к чему-то стремишься, ты можешь быть разочарован, если ты не получишь результат. А здесь ты не обращаешь внимания на результаты, и при этом ты полностью фокусируешься на процесс. Ну и, соответственно, вероятность прийти к более значимому результату значительно больше. Вот, например, с английским. Я занимался два года английским, переключил мышление полностью на английский. Если бы я бы добавил сюда элемент случайности, то я бы мог сказать себе, я могу заниматься или могу не заниматься. То есть сегодня я там не хочу заниматься, я не буду заниматься. Сегодня у меня нет желания, я буду заниматься чем-то еще. И если бы изначально был бы такой настрой, я думаю, никакого бы результата вообще не было. А поскольку был настроен на необходимость, то есть я понимал, что мне необходимо заниматься, и что я буду заниматься, и что, в принципе, я являюсь этой необходимостью, которая занимается английским языком, и основная задача которой именно развивать английский язык в тот момент, то все, что я делал, было обусловлено необходимостью и давалось мне в целом не так трудно. То есть все, что я делал, я делал без каких-либо таких усилий, когда прям хочешь чего-то достичь, прям стремишься, стремишься к этому, и упускаешь из виду сам процесс, то есть полностью как бы уже живешь в каком-то результате. Здесь нет никакого результата, сам фокусируешься на сам процесс, делаешь что-то, делаешь это лучше. Ну и помимо этого есть еще метафизический аспект, поскольку ты воспринимаешь себя как необходимость, ты перестаешь отождествляться с человеком, с отдельным человеком. То есть ты перестаешь себя воспринимать как этот данный человек, ты начинаешь себя воспринимать как все люди вообще, как все, что происходит, не просто люди, а все живые существа, поскольку ты сама необходимость и проходишь через, как бы ты воспринимаешь все, что воспринимают люди, только на более глубоком уровне. То есть своеобразное, можно назвать это словом сознание. Сознание, оно как бы является общим, и оно проходит через все отдельные личности на протяжении бесконечного количества времени. Вот, но и при этом опять же пропадают всякие неприятные эмоции, или такие как там зависть, не знаю, реал. Зависть, например, при таком взгляде на мир ты не можешь никому завидовать, потому что ты смотришь, например, на человека, который может вызывать у тебя зависть. Ну, к примеру, ты хочешь чего-то достичь, например, хочешь стать величайшим писателем всех времен и народов, или философом. Не говорю там какие-то пошлые вещи, как хочешь стать богатым или знаменитым и так далее. Это все полная чушь. Ну и, допустим, ладно, пускай такой вариант. Не важно. Смотришь на человека и думаешь, вот он достиг чего-то, чего я хочу достичь. И ты начинаешь проявлять некое чувство зависти. Оно может быть, конечно, позитивным. То есть ты можешь просто использовать человека как role model, модель поведения, и стремиться стать таким же, как этот человек, и развиваться в том же направлении, изучать этого человека, изучать его модель поведения, его мышление, что-то перенимать и стараться подражать, и за счет подражания выходить, достигать какого-то приблизительного уровня. Или же ты можешь при этом иметь какую-то черную зависть, когда ты смотришь на человека, и думаешь, вот он такой козел, он достиг чего-то, чего я не имею, и, соответственно, у тебя возникает какая-то негативная реакция, негативная эмоция. Но когда ты отождествляешь себя самим дикерминизмом, ты смотришь на человека и думаешь, ну, миштяк. Это я там в какой-то бесконечной возможности. То есть в данный момент, например, моя жизнь условно, она там длится столько-то лет, еще продлится столько-то лет. Но это очень ограниченный отрезок времени. В принципе, я вижу очень ограниченную часть мира и пространства и так далее за это время. Я не могу охватить все. А в целом, если взять необходимость, то она проходит через все время вообще. То есть все время, которое было, все время, которое будет. Все это сознание, оно всегда присутствует здесь. И поскольку оно присутствует, оно присутствует через восприятие отдельных индивидов. И если ты отождествляешься с этой необходимостью и с этим сознанием, ты просто говоришь, да, но сейчас я, например, воспринимаю мир через глаза вот этого индивида и через его мышление. И если я, например, вижу этого человека, то он тоже существует в этом бесконечном развитии. И в какой-то момент, например, этот человек умрет, пройдет бесконечное количество времени. И то, что воспринимает, будет воспринимать глазами этого человека. И это буду я в каком-то смысле. То есть ты воспринимаешь, что я, опять же, нужно понять, что когда ты произносишь слово я, ты не имеешь в виду данного человека или данный опыт или данные знания. Ты имеешь в виду то, что воспринимает. И это то, что воспринимает, очевидно, если ты переносишь свое восприятие на другого человека, то он воспринимает, он живет, он чувствует, он имеет какой-то опыт. И несмотря на то, что он может даже этого не понимать, он может изождествлять все это с собой, но то, что видит сквозь глаза этого человека, то, что чувствует и накапливает опыт, это как бы сама необходимость. И она идентична во всех индивидах. Это концепция души, только в данном случае душа является не индивидуальной душой, каждый человек имеет душу, в зависимости от того, как проходит его жизнь, душа попадает в рай или в ад. Нет, это как бы одна общая душа на всех. То есть есть одна душа, и она переходит через все состояния. И каждый человек, он в принципе является как бы эманацией, он как бы является воплощением в данном определенном времени и пространстве этой души. Потом душа переходит дальше, дальше, дальше. Это схоже с концепцией перерождения индуистской, но при этом концепция перерождения подразумевает, что есть какой-то ты, и ты там проходишь через множество различных рекорнаций. То есть сегодня ты являешься человеком, там плохая карма, плохое поведение, в следующий раз превращаешься в бао-баба. Будешь тысячу лет бао-бабом, пока помрешь. Вот. Хорошее поведение, соответственно, становишься каким-нибудь, не знаю, суперзвездой. И в данном случае подразумевает это как бы очень-очень поверхностно, поскольку концепция необходимости подразумевает, что ты проходишь через все реинкарнации, все вообще существующие, все возможные. То есть не просто сегодня человек, завтра червяк, послезавтра камень, или в противоположную сторону. Ты все. То есть ты живешь жизнь отдельного человека, вот. И воспринимаешь себя, да, ну как бы тот, кто живет, тот, кто воспринимает, понятно, что он как бы умирает, и это уже не он, по большому счету. Но сама необходимость, которая встроена, которая лежит за пределами этого восприятия, которую можно понять и осознать в себе точно так же, это необходимость проживать все жизни. В этом случае для этой необходимости каждый человек в какой-то отрезок времени будет воспринимаем как я. То есть каждый раз я буду воспринимать, сейчас ты смотришь мое видео, например, ты отличаешь себя от меня, думаешь, нет, человек что-то говорит, потому что это рассказывает, это все может быть правдой, может быть ложкой, важной. Но я-то знаю себя хорошо, я-то сейчас лежу на диване, смотрю эти видео, я себя воспринимаю, я имею свой опыт, и какая там необходимость, что за чушь. И в действительности то, что воспринимает и смотрит, это точно такой же я. За пределами вот этого личности, да, то есть не берем коллективную, можно сказать, коллективную личность. Да, ну, проще использовать слово необходимость. То есть необходимость, которая смотрит через глаза, через твои глаза сейчас на меня, это та же самая необходимость, которая стоит здесь и записывает это видео. И она проходит через всех, то есть придется быть вообще всеми, там, червями, собаками, кошками, птичками, не знаю, рыбками, всем, всем, всем сознанием, все сознание, которое есть, включая все сознание всех людей, то есть все люди, которые проживали когда-либо, проживают сейчас и будут проживать в будущем, они все, как бы, являются частью этой необходимости, и она проходит через них, через себя. Можно описать с помощью, например, таких физических терминов, да, то есть есть отрезок времени, там, например, 70 лет, да, и проживает отрезок времени, 70-летний, да, что-то, что проживает, да, исчезает полностью, 70 лет этот опыт, все это проще, все это может остаться в каком-то смысле, там, я напишу какие-то книги, они потом останутся, другие люди будут воспринимать эти книги, читать их, в принципе, что-то от меня будет передаваться этим людям, вот. Но, по сути, то, что эти 70 лет, это лишь пространственно-временной континуум, да, и дальше, там, идут еще 70 лет чего-то, и в эти 70 лет, то, что осознает, то, что обладает сознанием, это как бы, не так сказать, что оно именно продолжение этих 70 лет, но это продолжение, но, может быть, они как-то накладываются друг на друга, эти отрезки. Ну, не важно, начиная жить, я сейчас точно так же могу задать себе вопрос, что происходило до того, как я родился, например, да, что происходило, было ли что-то, да, я там могу изучать прошлое, изучать историю и прочее, но был ли я сам, было ли сознание, как бы, мое сознание в этом. Если мы говорим о сознании отдельного индивида, то есть меня как личности, то этого сознания не было. А если мы говорим о необходимости, то все, что происходило в прошлом, было мной. То есть каждый человек, не просто я там, я до своего рождения был там каким-нибудь, там, Наполеоном, там, или каким-то еще, я был всеми вообще. То есть все сознания, все, все, все сознания, которые воспринимали, были мной. Точно так же в будущем я буду всеми сознаниями, которые будут существовать. Но это будет не я как личность, как вот этот отдельный человек, который сейчас записывает это видео и стоит. Это будет как необходимость. Вот эта необходимость, она как бы является общим элементом для всего существующего. Ну, можно так считать изменения, да, в принципе, изменения. Как бы априори, по Канту. Это априорная вещь, которая существует до любого опыта вообще. Поскольку для того, чтобы... Ну, вообще не хочу даваться метафизику, ладно. Основной смысл, мне кажется, я объяснил достаточно ясно. То есть необходимость, она является именно этим внутренним, внутренним чем-то, что находится за личностью, и чем-то, что является целым по отношению к личности как к части. Вот. И это целое можно научиться себя с ним отождествлять. Ну, и точно так же можно назвать его наблюдателем, например, внутренний наблюдатель. Не всегда может это получаться, потому что в каких-то сложных ситуациях, конечно, из позиции наблюдателя, ну, опять же, я вчера описывал, боль. Насильная боль, ты просто можешь отрешиться от нее и сказать, я просто наблюдаю, мне больно. Это человеку, этому больно, а я просто воспринимаю, мне наплевать. То есть в конечном счете все равно уйдешь в ощущение боли. На большом счете боль проходит, там, в конце концов, там, если она не проходит, человек умирает, и все равно то, что воспринимает, оно остается всегда. Да, и это восприятие, как что-либо, что вечно передается через, не знаю, через изменения, оно еще при этом необходимо, вот. И оно является ключевым для понимания вот этой философии необходимости детерминизма. Вот. Так, были какие-то еще вещи, о которых я хотел поговорить, и какие-то важные вещи, да, психоанализ, одна из важных вещей, которая пришла мне на ум вчера после того, как я разговаривал сам с собой. И сейчас, наверное, я переключусь на психоанализ и поговорю, что такое настоящий психоанализ. Поскольку из того, что есть в интернете, очень мало людей серьезно занимаются реальным психоанализом. Ну, есть общий психоанализ, да, там, Фрейд, знаю, Юнг, толкование сновидений, там, работа с пациентами. Это все, как бы, отдельная часть. Есть еще более развитый психоанализ, который, по сути, является осмыслением того, что такое психоанализ в целом, и использованием этого психоанализа для каких-то индивидуальных целей. Вот. Прежде всего, психоанализ – это именно разговор. И чем занимается терапевт на сеансе, на психоаналитическом сеансе? Приходит пациент, садится, начинает рассказывать что-то, терапевт там слушает, пациент рассказывает больше и больше. Задача терапевта, по большому счету, заключается в том, чтобы разговорить с пациентом, найти у него какие-то внутренние конфликты нерешенные, которых он сам не осознает, данный пациент, и потом помочь ему с разрешением этих конфликтов. По большому счету, это все построено на создании некой фигуры, как психоаналитика, который помогает пациенту раскрыться, раскрыть самого себя и найти какие-то внутренние свои проблемы и трудности. И в данном случае это устаревшая модель, которая, конечно, может использоваться в жизни, на каждом углу полно-полно психоаналитиков, которые зарабатывают деньги за счет того, что просто помогает другим людям самореализоваться или осознать какие-то свои внутренние трудности и проблемы. Сейчас психоанализ можно использовать индивидуально, и для этого не нужны психотерапевты вообще. Но то, что я сейчас делаю, это, по сути, является частью психоанализа. То есть я создаю некие условия, например, камеру, ставлю себе задачу говорить то, что является для меня важным, и при этом еще совершенствовать то, как я это говорю, чтобы это не было просто пустой болтовнёй. И за счет этого разговора я все углубляюсь в содержание своих мыслей и своего опыта дальше и дальше. За счет этого углубления я как бы реализую и раскрываюсь. И мне, по сути, здесь никакой психоаналитик не нужен, и при этом я могу пойти намного дальше, чем любой пациент-психоаналитик. Потому что, как правило, в ситуации, где присутствуют пациенты-психоаналитик, это может длиться определенное количество времени, там, не знаю, месяц, год, несколько лет. И на протяжении этого времени пациент раскроется, найдет какую-нибудь свою внутреннюю проблему, реализует эту проблему, там, не знаю, осмыслит ее, решит, решит какой-то там свой эдипов комплекс свой. И на этом все, ну, как правило, общение пациента с психоаналитиком на этом закончится, и, по идее, у пациента там должно разрешиться, его какое-то внутреннее противоречие должно разрешиться, и потом, после этого он, как бы, начинает жить нормальной жизнью. Вот. Но, по сути, это, конечно, полная чусть, потому что, в принципе, то, в чем нуждается пациент, это именно какой-то другой человек, который будет его все время слушать. Вот. И которому он может открыться, с которым он может разговаривать. И пока эта связь создается с психоаналитиком, да, она может помочь пациенту раскрыться и так далее. Но потом, в дальнейшем, вполне вероятно, пациент снова сольется. Ну, даже если не сольется, то есть смысл в том, что если ты продолжаешь говорить сам с собой, используя камеру, записи, создавая такие условия для того, чтобы работать дальше, ты, в принципе, совершенствуешься в этом направлении, развиваешь свой опыт. Ты, у тебя есть что-то, как бы, это как камера, это как психоаналитик. Что-то, чему ты можешь раскрываться дальше и дальше. Причем это что-то не требует ничего взамен вообще. То есть ты можешь говорить, говорить дальше, как бы, это все зависит от тебя. Тебе просто нужно научиться раскрывать свой внутренний опыт, описывать свои мысли и принимать то, что есть, таким, как есть. Опять же, необходимость. Вот тогда как с психоаналитиком, как бы, как друг, да, как лучший друг, он, как бы, становится твоим лучшим другом и, став твоим лучшим другом, ты начинаешь ему раскрываться, и потом в какой-то момент за счет того, что ты выговариваешь, ты решаешь какие-то свои проблемы. Но, по сути, он не является твоим лучшим другом, он просто играет роль лучшего друга. И с такой же эффективностью ты можешь создать просто вымышленного лучшего друга и выговариваться ему точно так же, как ты выговариваешь психоаналитиком. Вообще, конечно, такая сложная тема, просто ночью вчера пришло на ум описать. Я этим занимаюсь на протяжении многих лет. Я начал с письма, и когда я начинал писать в 2008 году, я писать вообще не умел на тот момент. В школе я писать не научился. Как бы я умел писать, да. Я знал очень плохо русский язык, было много ошибок, и не было возможности выразить то, что я хотел выразить, именно потому что мне не хватало мышления, не хватало способности думать так, как я хотел думать. Но постепенно, расписавшись, я уже вышел на тот уровень, где я мог высказывать то, что мне нужно, и потом я переключился на разговор. Сейчас я просто продолжаю говорить и практиковать данное упражнение, и оно, в принципе, то есть я бы разговаривал на камеру, разговаривал с диктофоном, и оно создает... Что же оно создает? Создает нечто божественное в мире, потому что ты понимаешь, что можно ограничиться самим собой. То есть ты можешь заниматься самим собой, своим внутренним миром, не вступая во взаимоотношения с другими людьми вообще, и не создавая таких отношений. Это не значит, что ты не должен создавать. В принципе, можно, конечно, при этом поддерживать отношения с другими людьми, но смысл в том, что нет необходимости кого-либо вовлекать в эти взаимоотношения, потому что они никогда не могут быть полноценными. То есть если ты создаешь какие-то отношения, то всегда какие бы они были, какие бы они ни были, то есть там любовь, там дружба, все это все равно не до конца искренне. Тогда как самим собой, и это не потому, что там другой человек или что-то еще, ты никогда не можешь быть искренним с другими людьми на 100%. Никогда, просто невозможно. Потому что, во-первых, восприятие разное, понимание языка разное, и вообще опыт разный. Тогда как если ты, например, берешь самого себя и начинаешь осмысливать то, что ты делаешь сам с собой, то ты здесь можешь достигать каких угодно степеней искренности. Ты можешь доходить до 100%, до полной искренности. И сейчас, например, записываю это видео, я понимаю, что мне еще много не хватает, чтобы именно начинать говорить то, что я хочу говорить. Потому что все равно существуют какие-то барьеры. И снятие этих барьеров – это именно работа с речью. То есть ты работаешь с речью, работа с мышлением, изучение законов мышления, как работает мозг, как человек выражает свои мысли. И как бы сама практика, то, что ты говоришь сам с собой, это тоже, по большому счету, психоанализ. То есть ты анализируешь то, как бы, смысл слова психоанализ. Психо – это душа по-гречески. Там была психо, нос – чувственная душа. Психо – нос, нос – разумная душа. Пневма – животная душа. Да, и какая еще там была душа? Ладно, неважно. Поскольку второе слово – анализ, да, то есть как бы это изучение души, психоанализ. Да, и для этого нужен какой-то другой человек, который будет изучать твою душу, давайте какие-то комментарии. Лучший способ сделать это – заниматься самостоятельно. То есть брать камеру, брать бумагу, письмо, не знаю, может быть, на компьютере. Я просто использую тетрадку и тетрадковую ручку. То есть ты каждый день анализируешь просто, что происходит в твоем сознании, о чем ты думаешь, почему ты думаешь об этом. И ты не останавливаешься, не приходишь к какому-то конечному результату, где ты, например, ну, не знаю, нашел какую-то для себя от души, но, ну, все, дальше нет смысла продолжать это упражнение. Ты регулятор, потому что опыт появляется каждый день новый. Чем бы ты ни занимался каждый день, у тебя появляется новый опыт. Ты сталкиваешься с новой информацией, не знаю, может быть, общаешься, знакомишься с новыми людьми, ну, и вообще окружающий мир тоже меняется в каком-то смысле. И за счет того, что ты каждый день рефлектируешь над тем, как изменения внешние сказываются на изменениях внутренних, что происходит в твоей психике, за счет того, что ты продолжаешь выполнять это упражнение, ты, как бы, реализуешь свой внутренний потенциал и, по большому счету, также ты используешь свой мозг. И плюс это ведет к очень серьезному развитию, поскольку большинство людей, в принципе, не способны этим заниматься. Если взять, ну, если взять всех людей, вообще в целом, самоанализом такого уровня, о котором я сейчас говорю, занимается, да, может быть, 0-0-0-0-0-0-0-1 процент. То есть это исключительные люди. Но при этом сама техника, она является, в принципе, не настолько сложной. То есть, начав ее практиковать, можно выйти за несколько месяцев уже на такой высокий уровень. Но потом просто продолжая заниматься, продолжая развивать эту технику, можно достигнуть серьезных результатов. И, как бы, результаты, они, по большому счету, они незаметны внешне. То есть ты, в принципе, можешь продолжать вести ту же самую жизнь, заниматься тем же самым, чем ты занимался. Но при этом внутреннее совершенствование, оно идет просто семимильными шагами. То есть ты начинаешь осознавать все, что ты делаешь, начинаешь быть более спонтанным, что ли, в жизни. Начинаешь понимать все лучше, и при этом можешь, как бы, возникает некоторое чувство самоудовлетворения. Но опять же потом, если ты приходишь до детерминизма и до необходимости это, как бы, дает ощущение какой-то внутренней гармонии, которая, в принципе, потеряет нево, как быть все время в сейчас. Потому что ты понимаешь, что в будущем, в прошлом, в принципе, для необходимости разницы нет между будущим и прошлым. То есть она всегда, как бы, на одном уровне. Вот. Поэтому ты попадаешь в так называемое сейчас, да, и живешь просто в настоящее все время. Но при этом это не означает, что ты становишься каким-то там супер-гуру, просветленным и так далее. Просто, как бы, это состояние, которое... Ну, во-первых, вначале ты учишься именно попадать в это состояние, и когда ты понимаешь, что оно есть, ты учишься развивать его и продлевать какое-то время. Похоже на осознанное сновидение, когда ты, например, просыпаешься во сне и осознаешь, что это сон, но при этом не просыпаешься наяву. То есть ты, ага, я во сне, так можно что-то поделать здесь, например, и не проснуться. Зачем не проснулся? Вначале я начинал это практиковать еще в 2007-м, и когда первый раз через несколько месяцев мне удалось осознаться, что я во сне, но не проснулся при этом, мне удалось сохранить это состояние только на доли секунды. То есть как только я во сне, раз, и все, и сон потерялся мой, наверное, я проснулся в кровати, думаю, блин, интересно, надо пробовать дальше. Вот и постепенно я развил такую возможность, то, что я мог свободно, ну не свободно, ладно, свободно, время от времени я попадал в такие состояния, и с каждым разом я старался их увеличивать, и доводило до того, что там мог находиться по... ну, относительно, я просто не знаю, как там время идет, там нельзя измерять время, ну, примерно 20-30 минут в таком состоянии, как бы в лучших моментах я достигал, и 20-30 минут просто это все. 30 минут, ну, причем-то да, 30 минут, это один из таких, ну и запомнишь, одни из наиболее запомнившихся мне осознанных снов, в принципе, я боюсь, я не успею о нем даже рассказать, потому что батарейка уже привеет, должна сейчас разрядиться, ну ладно, я попробую, если не получится, я просто продолжу эту тему завтра. Я осознался в какой-то момент, понял, что я во сне, и сначала он начал делать всякие, ну, обычные вещи, которые делаешь в осознанных сновидениях, то есть это, опять же, там тоже все необходимо, ты там можешь поделать что-то, что тебе очень хочется поделать наяву, но у тебя нет возможности, и в моем случае я там летаю, занимаюсь сексом с... всеми... ну, всеми доступными... фантомами сновидений, вот, ну, как правило, да, я еще, например, изучал язык, я искал каких-то фантомов сновидений, разговаривал с ними на английском, занимался боевыми искусствами, находил там партнеров, и тренировал в боевых искусствах, вот, и в тот момент, в этот большой, там, 30-минутный отрезок времени, в какой-то момент я делал там ноги, я летал, там, ну, что только не делал, в какой-то момент я понял, что, блин, короче, я вообще всемогучий, вот, предмет двигаешь руками, не знаю, и... ... ... Продолжение следует...